Сколько людей может прокормить наша планета? Бесконтрольный рост населения? Экологические катастрофы? Нищета? Голод? Эпидемии? Через 25 лет на Земле будет уже 11 миллиардов человек? А что если дело не в численности? Что нам делать, чтобы выжить? На все эти вопросы мы с вами ответим сегодня. Привет, меня зовут Тимур и сегодня мы рассмотрим Сколько людей может выдержать Земля? Существует мнение, что бесконтрольный рост населения Земли непременно приведет к экологическим катастрофам, а также грозит многократно возросшим уровнем криминала, голодом и эпидемиями, так как сейчас основной прирост происходит благодаря беднейшим странам мира. Уже совершенно очевидно, что поставленная некоторыми организациями задача улучшить вдвое качество жизни людей никогда не будет выполнена. Ежегодно выделяемая бедным странам финансовая помощь, как ни парадоксально, лишь ухудшает их положение, ведь воздействие происходит, в первую очередь, на следствие, а не на причины. К тому же, бедные государства попросту привыкают жить на обеспечении и прекращают всяческие попытки исправить положение самостоятельно. Удивительно, но 70% всего населения Земли теснятся на территории, занимающей всего 7%. Например, в Москве один квадратный километр Земли занимает около 13 тысяч человек. А Канада при этом пустует, можно даже условно назвать ее безлюдной. Там в некоторых районах на каждого жителя приходится целых 100 квадратных километров. Таким образом, равномерное распределение людей по поверхности Земли является чрезвычайно актуальным вопросом, которым интересуются многие современные исследователи. Самой густонаселенной современной страной является Китай. За ним неотрывно следуют Индия и США, но если правительство Китая, задумываясь о будущем, уже начало борьбу с перенаселением, то такие страны, как Нигерия или Индия, все еще бездействуют. ООН прогнозирует, что чемпионом по приросту населения станет уже в скором времени Индия, которая уже вплотную подбирается к отметке в полтора миллиарда человек. Из стран Запада всплеск может прогнозироваться лишь в США. Такой стремительный рост населения оказывает пагубное влияние не только на экосистему, но и на судьбы самих людей. Появилось даже новое понятие «миграция» в связи с разрушением природной среды обитания. Изменение климата способствует бегству с родных земель. Еще в 1996 году ООН предпринимала попытки подсчитать беглецов, и результаты шокировали всех. Экологические эмигранты составляли около 26 миллионов человек, а еще 137 живут на чемоданах под угрозой покинуть родину. Не самые оптимистично настроенные ученые утверждают, что верхней допустимой чертой численности населения является 12 миллиардов. И стоит ее лишь приступить, как произойдет крах всех экосистем и всемирная катастрофа. Люди начнут умирать от голода и жажды. Может быть, именно из-за страха перенаселения Земли до сих пор не найдены лекарства от смертельных болезней? А может не в численности дело? Понятно, что Земля в размерах не увеличивается. Пространство ее ограничено, да и ресурсы, необходимые для поддержания жизни, конечны. Еды, воды и энергии может просто не хватить на всех. Выходит, что демографический рост представляет собой реальную угрозу благополучию нашей планеты. Вовсе не обязательно. Проблема состоит не в количестве живущих на планете людей, а в количестве потребителей и в масштабе, и характере потребления. До недавних пор число живущих на Земле представителей современного вида человека было относительно невелико. Всего 10 тысяч лет назад на нашей планете обитало не более нескольких миллионов человек. Лишь в начале 19 века людское население достигло миллиарда. А двух миллиардов только в 20-е годы 20 века. В настоящее время население Земли составляет свыше 7,9 миллиарда человек. По прогнозам ООН, к 2050 году оно может достигнуть 9,7 миллиарда, а к 2100 году предположительно превысит 11 миллиардов. Народонаселение стало стремительно расти лишь в последние несколько десятилетий, так что у нас пока нет исторических примеров, оперевшись на которые мы могли бы сделать прогнозы относительно возможных последствий этого роста в будущем. Иначе говоря, если на нашей планете к концу века будет жить уже более 11 миллиардов человек, наш нынешний уровень знаний не позволяет нам сказать, возможно ли устойчивое развитие при таком населении, просто потому, что в истории не было еще прецедентов. Впрочем, мы сможем лучше представить себе картину будущего, если проанализируем, где в ближайшие годы ожидается самый значительный прирост населения. В основном демографический рост в следующие два десятилетия будет происходить в мегаполисах тех стран, где уровень доходов населения на нынешнем этапе оценивается как низкий или средний. На первый взгляд, увеличение числа жителей таких городов, пусть даже на несколько миллиардов, не должно иметь серьезных последствий в масштабах всей планеты. Связано это с исторически низким уровнем потребления среди горожан в странах с низким и средним уровнем доходов. Выбросы диоксида углерода, СО2 и других парниковых газов – это хороший показатель того, насколько высоким может быть потребление в том или ином городе. О городах в странах с низким уровнем доходов мы знаем, что выбросы углекислого газа и его эквивалентов составляют там меньше тонны на одного человека в год. В странах же с высоким уровнем доходов значения этого показателя колеблются в пределах от 6 до 30 тонн. Жители более экономически благополучных стран загрязняют окружающую среду в гораздо большей степени, чем люди, живущие в бедных странах. Так что же делать? По мнению исследователей, для того, чтобы обеспечить пищей 11 миллиардов человек в 2050 году и минимизировать воздействие на окружающую среду, надо радикально изменить систему потребления. Довольно распространенным является мнение, что человечество уже превысило допустимый предел, учитывая тот расточительный образ жизни, который ведут многие его представители и от которого они вряд ли захотят отказаться. В качестве аргументов в пользу этой точки зрения приводятся такие экологические тенденции, как глобальное потепление, сокращение биовидового разнообразия и загрязнение мирового океана. На помощь приходит и социальная статистика, согласно которой в настоящее время 1 миллиард людей в мире фактически голодает, а еще миллиард страдает от хронического недоедания. Если мы найдем возможность потреблять меньше, в идеале не отказываясь от благ цивилизации, то тогда наша планета сможет сдержать больше народу. Допустимый предел числа людей будет зависеть также от развития технологий, сферы, в которой сложно что-то прогнозировать. Только сделав какие-то шаги в этом направлении, мы сможем примерно подсчитать, сколько же планете Земля под силу содержать народу. А на сегодня это все. Если понравился ролик, похвали меня лайком, а также обязательно подпишись, чтобы не пропустить моих новых видео, где мы будем познавать мир. Субтитры сделал DimaTorzok